В этот день решались вопросы капитального ремонта в доме и за счет чего будут расширены парковка и проезжая часть. Некоторые жители опасались, что парковку сделают прямо под их окнами, что создаст дополнительный дискомфорт. По благоустройству, а все надо изменить. Мы бездорожье, как после войны. Проезжая часть и прохожая часть. Мамы с колясками вынуждены объезжать эти ямы, по тротуару не проехать. Где это видать в нашем городе. Управляющая компания МУПККП помогает жителям, поддерживает их инициативу и старается ответить на все вопросы. Для жителей специально был разработан проект на основе их пожеланий. Десногорцам предоставлен выбор – сделать ремонт придомовых проездов с установкой урн и лавок, либо расширить парковочные места с бордюрами и установить детский игровой комплекс. Зависит это от того, захотят ли жители профинансировать дополнительный перечень работ или выберут лишь минимальный. Специалисты уже произвели расчет стоимости и тех, и других работ. Если наберется больше 50% голосов от общего количества проголосовавших, то решение будет принято. То есть, кворум состоялся и собрание будет правомочным. Тому, кто не смог присутствовать, в научном этапе раздадут бюллетени для голосования. Их нужно будет опустить в специальные ящики, которые установлены в каждом подъезде. Заочный этап продлится до 12 октября. Элина Нурматова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.